Здравствуйте, уважаемые зрители! Сегодня с вами снова Денис Рем и компания Дестакар. Сегодня мы будем смотреть, что мы нового купили. Долго думал и долго пытался я продать Golf GTD, но Аня никак не давала. Сегодня пришла замена Golf GTD. История такова. Я даже раз пытался продать GTD, но Аня сказала, нет, я буду ездить, не хочу ничего другого. И тут у нас появился клиент, который хочет купить GTD, но не наш, не обязательно наш. И у него было 17 тысяч евро на машину. Чтобы вы понимали, Golf GTD с пробегом 100, меньше 100, 120 тысяч, 125 тысяч, вы должны готовить на него в хорошей комплектации, не битый автомобиль, ухоженный, чистый. Вы должны на него готовить примерно около 17 до 19 тысяч евро. Ну, грубо говоря. И нам присылают ссылки, то есть клиент выступает нам в заказ, мы составляем группу, как обычно, в WhatsApp, Viber и Telegram, и начинаем искать автомобиль. И вот мы скидываем ссылки, я смотрю на мобили DE, ищу S, я смотрю, натыкаюсь на один автосалон, который не вернет НДС, с которым я уже брал машину, и мы пытались 4 месяца вернуть этот НДС. Потом второй автосалон, я точно знаю, что там будет битый автомобиль, даже если они скажут, что он хороший. И то есть я понимаю, что у нас в тупиковой ситуации, в той комплектации, которую он хочет, машину просто не купить. И я под шумок пишу, а не смс. Гольф продашь. Она, видать, там в делах была такая вся там, таран-тарам. Да, продам. Она об этом позже пожалела. Ну, сказал, сделал, правильно. Я предлагаю нашему клиенту, говорю, купишь наш Гольф, но я не уверен, что Аня согласится. Тут я пишу смс, она соглашается, пишу ему, да, забирай. И только потом она поняла, что сделала большую ошибку, потому что Гольфов в ГТД, в такой комплектации, как у нее был, сложно найти. Вы помните, у нас был Гольф в полнейшей комплектации. У нее не было, наверное, только панорамы и электрической крышки багажника. Остальное все было. Гольф был продан. Это тот автомобиль, который я действительно отдаю с, как сказать так, ну, какая-то скольп, наверное, есть, не знаю, какая-то печаль, потому что автомобиль нам очень нравился, он был кайфовый. Мы на нем проездили около 20 тысяч, и мне он очень понравился. Сейчас еду за клиентом, забирать его из аэропорта, и сегодня мы будем перерегистрировать Гольф в ГТД. Ну, и песня такая лирическая. Зачем отдаешь меня? Какие впечатления у меня от Гольф в ГТД? Если вы ищете себе небольшой автомобиль, даже я не подсказал, что он небольшой, вот сюда лазит, а нормально, если ты раскидываешь сиденье заднее. Короче, маленький компактный автомобиль, это Гольф в ГТД, прям вот идеально вписывается в эту картину. Мне понравился тем, что он очень юркий на дороге, стойкий, подвеска настроена, особенно когда включаешь его в спорт режим. Он, конечно, начинает тарахтеть, как непонятно что, но подвеска становится жесткая, он становится юркий, едет по трассе вообще идеально, я бы сказал. 250 км в час разгоняется он, этого более чем достаточно. Около, короче, не больше 8 секунд разгон у него, 7,5, по-моему, до 100, но этого больше, чем достаточно, я считаю, для нормальной езды, для повседневной. Да все тут есть, блин, я не знаю даже, что тут нет, ассистенты мертвых зон, музыка хорошая, электрические зеркала складываются, амбиент, дистроник, лайн-ассист, которым постоянно пользовались. Кстати, после этого лайн-ассиста я той машины искал только с лайн-ассистом для себя. Конечно, круто. Камера заднего вида, большая навигация, GTD, ну понятно, черный потолок, то есть машина заряженная прям, на нет, я бы сказал. Это другой Golf GTD стоит, уже другой. Так вот, тадам, следующий автомобиль, на котором будет ездить Аня. BMW 120 2015 года, с пробегом у него было 99 тысяч, сейчас уже 100? 100-400. 100-400, уже 100-400, больше 100 переводило. Из первых рук, из вторых рук автомобиль, с НДС он был, все правильно, это тоже со вторых рук, спортлайн на LED-фарах и с красивейшим салоном. Я увидел только салон, говорю, да, возьмем. Ну, иногда хочется чего-то яркого, прошу сразу же салон. Вот же и наш салон, салон красного цвета. Я еще помню, Артем, когда-то мне присылал BMW X5 с красным салоном, я еще был, это сколько лет, 5, наверное, назад был, я говорю, что красный салон, серьезно? Но, как бы, наверное, все до этого дорастают, и у нас теперь автомобиль с красным салоном. Я когда увидел салон, думаю, да, надо попробовать. Так вот, он у нас в спортлайне, что значит в спортлайне? Я вообще объясню ребятам, которые не понимают, спортлайн это красная строчка и с красным везде. То есть, начиная у нас от ключа. А тут еще и красный салон. Начиная с ключа, красный ключ, да, с красным ободком, потом у нас красная вставочка, да, и красная строчка в руле. Машина с навигацией, ну, в принципе, навигация не так важна была, сколько было важно, чтобы машина ехала. То есть, мы понимаем, что у нас Golf GTD, это 184 лошади, а в BMW 190. То есть, ну, мы в лошадях не понизились. Я очень хотел взять Golf GTI, но на данный момент на рынке ничего не было, и мне пришлось, так сказать, чем можно быстрее купить автомобиль, потому что терпения уже не хватало. Она, конечно, когда уже машину продала, начинала ее подготавливать, ну, то есть, убраться нужно было, вытащить там все свои личные вещи. Когда она убирала, в этот момент она поняла, что, блин, я же отдаю свою машину. На чем я буду ездить? И сколько мы? Две, три, три недели, да, мы искали? Три, по-моему, недели, да. По-моему, три недели прошло, как мы нашли вот этот автомобиль. Нашел ее чисто случайно, вообще чисто случайно. Вечером как-то зашел в интернет, начал искать автомобили по разным сайтам, везде, 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 и тут я наткнулся на это предложение. Машина без перекрасов из старых рук, в принципе, для меня руки, это не важно, сколько там у нее хозяев было. Много, мало, как-то два хозяина, ну, два хозяина, какая разница. Первая фирма, вторая фирма, НДС у нее есть, но НДС сейчас уже не будет, как бы она будет на нас. Есть люк. По комплектации посмотрел, 190 лошадей, 120-я, спортлайн, на спортивных сиденьях, с навигацией, что еще нужно? Все есть. Что еще надо? Летняя резина, зимняя у него резина, там два колеса вообще просто, ну, в смерти, она без дисков, да, зимняя резина, то есть их закинули, я даже не смотрел на них. А когда домой приехал, начал выгружать, смотрю на резину, а там, там, там вообще просто два колеса выкинуть нужно поехать, и два колеса осталось на зиму. Ну, посмотрим, до зимы доживет эта машина или нет у нас. Так как мы их меняем, у нас, по-моему, остался один автомобиль на долгое время, это Ауди А8, это наш офис. Давайте пройдемся по лакокрасочному покрытию, посмотрим. не обманули ни нас, 124, 134, 94, 126, 118, 106, 107, крыша 128, 115, а машина у нас серого цвета, 169, 165, а тут побольше, 150, красили, дверь крашена. Вот тебе доверяй, но проверяй. Не откручивай линию. Да, подкрас есть. 162, 172, 159, 160, ну, подкрас небольшой, 169, 175, ну, тут вот в этом месте всегда будет больше, вот здесь, да, наплыв. 150, 159, не больше 200, я вообще не вижу 200. Вот здесь вот эта дверь под дута у нас, а здесь вот в этом месте. Самое главное, да, это когда машина, ну, в основном, как происходит машина, машины царапают вот здесь в основном, вот так вот, когда заезжают, но это происходит в основном на длинных машинах, не на коротких, на коротких там везде заедешь. Вот, м-м-м. Крашеная машина. Под капотом. У нас проходила она все ТО. Последнее ТО делали не на официальном дилере. По-моему, да, у нее поменяли тормоза, он тормоза поменял, не свежие стоят, диски еще походят. Это вот на этом были новые совершенно все тормоза по кругу. Подкапотное пространство. То есть ближайшие 20 тысяч километров делать в машине ничего не надо. Как она тебе едет вообще? Отлично. Понравилось? Я проехал на ней 320 километров. Знаете, что я почувствовал? Не Гольф ДТД, скорее всего, из-за колес, потому что на нашем Гольфе стояли 17-я резина, а здесь стоит 16-я резина. И она едет точно так же. То есть она упругая, она стоит, она все качается, все нормально, но нет вот этих хлопков, да, от резины. Я считаю, что он едет более комфортно, чем Гольф ГТД, потому что когда ты Гольф ГТД зажимаешь, он становится нереально прям таким жестким, прям, он как картинг более. Этот, нет, этот более комфортный. Смотрел его на подъемнике снизу, все нормально, снизу ничего не подтекает, нигде ничего нет. Как бы вопросов по состоянию мотора, никаких вопросов. Хотел показать вам Гольф ГТД, который мы тоже взяли, но, к сожалению, забыл ключи. Хотел вообще выехать, показать их оба, но не получилось. Гольф ГТД ничего особенного здесь нет. 2015 года в очень хорошей комплектации, но поменьше, по-моему. У него нет комфортного входа и нет музыки, да. Все остальное у него есть. Мне не нравится Гольф ГТД, поэтому я взял еще один, пускай стоит. Но хочу попробовать еще Гольф ГТИ взять и обязательно возьму Гольф Р. Ну, Гольф Р – это вообще другой полет. ГТИ, конечно, да, едет, но нужно брать Гольф Р. Я надеюсь, у нас будет все хорошо, у нас будет идти все в том же направлении, и после BMW мы возьмем ГТИ, либо возьмем сразу Гольф Р. Я надеюсь на это, потому что Гольф Р мы хотим просто нереально. Да, Гольф Р – это круто. Вот, скол на стекле. Переживать не стоит, мы его заклеим в Германии по закону. На пассажирском сидении или на пассажирском месте в том районе может быть скол, и его клеить можно. Если бы скол был вот примерно вот в этом районе, вот здесь, то его клеить нельзя, стекло под замену. Здесь мы переживать не будем, у меня даже есть наборчик, я сам лично попробую его заклеить. Давно хотел, давно купил, надо попробовать. По машине резина в порядке, тормоза есть, сервис делать не надо, дверь крашеная, на скорость никак не влияет. Люк есть, климатическая установка работает, салон огонь. 6,9 показывает, райзеборд, компьютер 5,5. Для вашего свинья до 6 литров, BMW 2-литровый езд на 100 км. Golf GTD брал у нас 7,5. Я на своей Audi A8 сегодня ехал, не торопился никуда. Знаете, какой у меня расход был у 4,2? 6,9. 6,9. У меня есть фотография. Та-дам! 6,9 у меня сегодня расход, но я ехал 130. 130, несколько пробок, ехал 80, опять 130. Короче, я не разгонялся до 200 сегодня. Я ехал спокойно, в размере моем режиме. Попытался купить еще одну машину, у меня не получилось. Ну, в таком вот... Что мне здесь нравится? Почему я взял? Мне понравился, в первую очередь, салон и, в вторую очередь, LED-фары и 120-й дизель. Из 190 лошадей он едет не хуже, чем GTD. Не хотелось брать автомобиль, который едет слабее. чем вот этот. Потому что на этом, когда я ехал, я реально на нем кайфанул. Кстати, я не знаю почему, но этот тише. То есть, на том мы ехали, у него вот эти завихрения здесь было прям слышно. На этом я ехал, я этого не слышал. Не знаю почему. В чем была причина. Так вот, это был BMW 120-й. Четырехцилиндровый дизельный мотор. Надеюсь, никому не нужно объяснять. На нашем канале, до новых встреч, пока! Сколько ты на ней проедешь? Давай. Спор. Десять тысяч двадцать? До октября. До октября месяца. А, я знаю почему до октября месяца. Потому что зимней резины нет. Зачем покупать зимнюю резину? Можно купить автомобиль. Паркесе — это одна из семейных заставок. До октября-правки, пока они стоят за надо. Орбенят. Это от меженец, а не остальные вещи. Орбенят это за субтитры. До октября. До октября. До свидания! До свидания! До свидания! Продолжение следует...